Итак, народ, всех приветствую на канале Занимательное Музло. Сегодня у нас в гостях коллектив, работающий в жанре Dead Thrash Metal с уклоном в этническую музыку, Concrete Age. Музыканты согласились принять личное участие в этом видео и ответить на некоторые вопросы касательно творчества, продвижения, продакшена и музыкального быта. А в конце ролика будет небольшой блиц-опрос, в котором мы узнаем, умеет ли Кёрк Хэммит, по мнению группы Concrete Age, играть на гитаре и гений или Чак Шульдинер. От себя хочу сказать, что тот материал, который выдает группа Concrete Age, очень крутой. Думаю, вы сами в этом убедитесь, когда послушаете их релизы. У группы на данный момент 7 студийных полноформатных альбомов, Life in London, EP и большое количество синглов. А два последних альбома, The Roots of the Concrete Age 2018 года и Spirituality 20-го, это просто бомба. Продолжение следует... Еще один интересный момент. Группа была образована в 2010 году в России, однако сейчас она представляет собой интернациональную команду и базируется в Англии. Хочется упомянуть еще и про живые шоу-группы, так как ребята не только выдают мощнейший поток музыкальной энергии на сцене, но и заморачиваются со сценическими образами. А 17 октября состоялась презентация клипа на песню Welcome Back как раз с альбома Spirituality. Насколько я понимаю, съемки проходили в двух странах, и сегодня музыканты сами более подробно об этом расскажут. Посмотреть клип можно на YouTube-канале группы и также в их паблике в ВК. Ссылки, естественно, будут в описании. А теперь давайте перейдем непосредственно к интервью. Приветствую Concrete Age, рад, что появилась возможность пообщаться. И в первую очередь я бы хотел попросить вас представиться и рассказать, какую роль в группе выполняет каждый участник. Всем привет, меня зовут Илья, и я вокалист, гитарист и автор текстов и музыки группы Concrete Age. Привет, меня зовут Джованни, и добро пожаловать в мою студию. Я являюсь басистом группы Concrete Age. Также я исполняю некоторые перкуссионные партии во время наших выступлений. Родом я из Сардинии, это невероятно красивая страна с богатой историей и удивительными обычаями. Для нас природа имеет особенно важную роль, а наш родной язык существенно отличается от итальянского. Меня зовут Борис, и я являюсь гитаристом группы Concrete Age. Какие музыканты или группы вдохновляли вас в начале вашего творческого пути, и какие вдохновляют сейчас? На раннем этапе творческого пути на нас повлияли такие группы, как Soulfly, Fairfactory. А в дальнейшем, начиная с года 2014-го, мы абстрагировались от тяжелой сцены и стали вдохновляться больше от таких направлений, как New Age. Можно отметить таких исполнителей, как Дивакант, Камал, Филипп Торнтон и так далее. Как началось ваше сотрудничество друг с другом? Потому что это действительно интересно, ведь у группы локации указано как Ставропольский край, Россия, Минеральные воды и Лондон, Англия. Изначально Илья создал группу в России, затем он переехал в Лондон, где он занялся поиском музыкантов. В первую очередь он искал ритм гитариста, так он и познакомился со мной. Он просто разместил объявление в интернете, я на него откликнулся. Затем, спустя 5 минут после моего отклика, он мне позвонил. Джованни играл в другой группе, с которыми нам доводилось играть на одной сцене. И в тот момент, когда нам понадобился басист, Джованни также откликнулся, и когда он пришел на прослушивание, я понял, что уже видел этого парня ранее. Я вижу, что у вас очень эффектные сценические образы. Скажите, вот, а чем обусловлен их выбор? Цветная полоса на наших майках, она дает прямую отсылку к тибетским монахам. На более ранних этапах развития группы у нас на наших костюмах можно было найти все различные цепи и так далее и тому подобное. Но чем больше мы углублялись в этническую тематику, тем меньше надобности было в этих побрякушках. Поэтому все пришлось снять и заменить на тряпки и веревки и так далее и тому подобное. Как житель страны с крайне низким уровнем рок-индустрии, я очень хочу знать, сотрудничаете вы с какими-то лейблами? И если да, то как происходит этот процесс? А если нет, то как вы выпускаете и продвигаете свои альбомы? Я бы не сказал, что это проблема какой-то определенной страны, а это проблема продукта как такового. В Великобритании абсолютно те же самые проблемы. То есть нет денег и связей, тебе придется туго и хреновенько. Спасает то, что здесь мы молодые группы и не очень молодые, мы хорошо помогаем друг другу. Мы организовываем концерты, приглашаем довольно именитые коллективы в зависимости от масштабности мероприятия, скажем так. И за счет этого там продаем мерч и знакомимся с новыми группами, с новыми организаторами. Ну вот в общем потихоньку выкарабкиваемся. Касаемо лейблов, ну, я открою, может быть, небольшую тайну для вас. Ребят, здесь не имеет роли, какой у тебя талант и насколько у тебя прекрасная музыка. Как бы музыка это большой плюс, да. Ну, когда тебя присылают в контракт, как бы описывая все услуги, которые они будут предоставлять. А внизу таким маленьким-маленьким шрифтом пишут стоимость этих услуг. Это немножко огорчает, да. Ну, поэтому как бы своими силами выпускаемся, раскручиваемся. Мы не будем деньги платить за то, что мы можем делать сами. То есть сделать промоушен, организовать тур и так далее и тому подобное. Ну, вот как бы так. А какая работа вам больше по душе, студийная или концертная? Я знаю, что музыка создается для того, чтобы делиться ей непосредственно в близком контакте. Так что я предпочитаю живые выступления. Но и в записи есть свои плюсы. Студийная работа хорошо выявляет твои сильные и слабые музыкальные стороны. Работая в студии, вы пользуетесь услугами саунд-продюсера, который дает советы, или же самостоятельно принимаете решения? Нет, ничьими услугами не пользуемся, потому что есть своя студия и звукорежиссурой я занимаюсь порядком 12 лет. Решения принимаем самостоятельно, потому что есть четкое представление того, чего мы хотим, какой звук мы хотим и какие инструменты мы хотим применять. В 2020 году у вас вышел альбом Spirituality. Вы можете рассказать, о чем он и имеет ли он какую-то концепцию? Альбом Spirituality посвящен борьбе духовного мира и материального. Как бы такой небольшой рассказ о том, как человек, попадая в капкан цивилизации, скажем так, теряет свой внутренний облик. И о том, как он разменивает духовные ценности на какие-то низменные потребности. А как проходила работа над записью альбома? Легко или были какие-то трудности? В целом работа над альбомом проходила достаточно равномерно. Никаких трудностей не было, за исключением того, что многие музыканты живут в центре Лондона, а я располагаюсь совершенно в другом городе. Нам приходилось за две недели планировать запись, скажем, бас-гитары или электрогитары. У меня было небольшое сомнение на то, что я беру настолько противоположные, казалось бы, культуры, пытаюсь соединить их в единый альбом. И была мысль о том, что в конечном итоге получится что-то не совсем цельное. Но, в принципе, результат меня порадовал. Ваш любимый трек с альбома Spirituality. Лично я выделяю для себя обмантрический Ом Нам Ашивая. Скорее всего, Тамагавк Сонг. Когда я прослушивал альбом, то мне показалось, что я уловил элементы грува. Вот скажите, так ли это? И вообще, как вы относитесь к груву? Нравится, не нравится? Кажется, я знаю, о каком треке идет речь. Речь идет о первом треке альбома, в котором имеются элементы, не характерные нам. В тот момент грув был уместен. В дальнейшем, если такие элементы будут напрашиваться в песне, то мы ими определенно не побрезгуем. На альбоме есть песня Дагон. Скажите, это как-то связано с творчеством Лавкрафта? И вообще, что для вас Лавкрафт? Дагон ничего не имеет общего с Лавкрафтом. Дагоны – это африканское племя, проживающее на острове Мали. Они известны тем, что обладают широким познанием в сфере астрологии. А как я отношусь к Лавкрафту? Абсолютный гений, да, но я предпочитаю Кинга. Недавно закончилась работа над вашим клипом. Скажите, как она проходила? О работе над клипом можно вообще делать отдельный выпуск, так как это была достаточно объемная работа. Нам приходилось снимать сюжеты в двух странах. Приходилось ехать обратно в Россию. Не всем участникам это удалось сделать по очевидным причинам. Хотя изначально задумка была то, что мы отснимем и сюжет, и группу в одной локации. Но этого не произошло, поэтому пришлось поехать мне. Из тяжелых моментов могу отметить, что приходилось координировать все движения на расстоянии. То есть заказывать костюмы, делать маску по чертежам. Все это проходило довольно в неудобных условиях, потому что приходилось звонить, договариваться, искать актеров. Все это делать по телефону. Но все-таки приехал. Мы засняли сюжет за один день, включая аэросъемку и основную съемку. Затем это все компоновалось. И по возвращению в Англии мы состыковались с нашим оператором. И отсняли уже группу целиком в одной локации. Подождали еще месяц, пока это будет все сводиться. Ну и результат в принципе нас устроил. Хотелось бы узнать ваши творческие планы на ближайшее время. Сейчас пока у нас небольшой перерывчик. Но отдыхать долго мы не особо привыкли. Поэтому я при первой возможности решил выбраться в Шотландию, как вы видите. Чтобы набраться вдохновения для написания нового материала. Сейчас пока будем продвигать альбом. Ну а новый материал не заставит себя долго ждать. Это опять будет что-то интересное и захватывающее. А как повлияли условия изоляции на группу? Помешал ли вынужденный творческий отпуск? Или же наоборот оказался полезным для коллектива? Пандемия повлияла на большинство групп самым печальным образом. И мы не явились исключением. Мы практически лишились возможности выступать перед публикой. Да и совместные встречи с музыкантами из группы стали для нас роскошью. Однако и из этой ситуации я смог извлечь для себя плюсы. Я стал больше заниматься музыкой, как и мои коллеги. Так что да, дурака валять особо желания нет. Что бы вы могли посоветовать тем молодым ребятам, которые только сейчас начинают заниматься музыкой и создают свои группы? Больше усердия в работе. Это позволит вам достигать заветных целей гораздо раньше. Воспринимать здоровую критику и прислушиваться к ней. Но и быть готовым к тому, что на вашем пути встретится много завистников, которые будут негативно отзываться о вашем творчестве. Таких добродетелей я советую не воспринимать всерьез. Пусть идут своей дорогой. Относитесь с большим уважением к членам своего коллектива. Пускай ваше отношение строится на искренности и взаимопонимании. Совершенствуйте друг друга и избегайте самолюбований. Как правило, это ничем хорошим не заканчивается. И небольшой Блиц-опрос. Манавар или Айрон Мейден? Не хочу выбирать, так как уважаю оба этих коллектива в равной степени. Джеймс Хэтфилд или Дэйв Мастейн? Дэйв Мастейн. Дэйв Мастейн. Джеймс Хэтфилд. Что будет с группой Сабатон, когда они споют про все войны? Я думаю, войны никогда не кончатся, поэтому у ребят есть задел на долгие годы вперед. Сабатон этого не допустят. Третью мировую они не пели еще. Чак Шульдинер гений? Определенно да. Нет, каждый же сможет сочинить такие альбомы, как Human и Sound of the Surveillance. Да нахер тех, кто не согласен. Кёрк Хэммит умеет играть на гитаре? Определенно да. Да, конечно, иначе он бы не достиг такого уровня в своем мемесле. Да уж получше тебя. Ну и напоследок, может быть, вы что-то хотели бы сказать своим фанам? Ребят, спасибо вам огромное за вашу нереальную поддержку. Для нас это значит абсолютно все. То есть это дает нам вдохновение, силы для написания нового материала. Я хочу вам пожелать здоровья. Ребят, берегите себя. И ни при каких обстоятельствах не переставайте следовать за своей мечтой. Всем пока. Всего доброго. Вот такое интервью у нас сегодня получилось. Спасибо большое группе Concrete Age за то, что согласились пообщаться и ответить на мои вопросы. Лично я буду продолжать следить за творчеством этого коллектива и ждать новые релизы. Друзья, в описании к ролику вы найдете ссылки на паблик ВКонтакте, YouTube канал и официальную страничку Facebook группы Concrete Age. Смотрите, слушайте, вступайте и подписывайтесь. На этом, пожалуй, все. Увидимся на стриме в пятницу. И спасибо всем, кто смотрит мои видео, ставит лайки, пишет комментарии и, конечно же, подписывается на канал. А с вами был Депрайс. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok